Друзья, всем привет! Как вы поняли, я нахожусь сейчас в Голубицкой. У нас 3 октября. Я наконец-то приехала на море, и я хочу вам показать, насколько Голубицкая изменилась после окончания летнего сезона. Погода у нас отменная. Такая теплота, друзья! Такая красота! Солнце! Ну вот вы видите. Мы сейчас вот приехали в Голубицкую, и я просто в шоке от того, насколько улицы пустынные. Но вы сейчас сами, собственно, во всем этом убедитесь. Я сейчас нахожусь напротив знаменитого вам пляжа Кавказ. Вы помните, что летом сколько здесь всяких лавочек было открыто, магазинчиков люди сидели. И сейчас же никого. Сейчас пойдем к морю. И я очень жду встречи с морем. И так рада, ну правда, у меня эмоции переполняют. Посмотрите, посмотрите. Разве это похоже на курортный поселок? Нет. Тут просто тишина. Тишь? Это вообще такая тишь? Не передать. Как будто какой-то апокалипсис. Изредка проезжают вот машины. И это единственное свидетельство о том, что тут еще живут люди. Вот она, наша знаменитая дорожка к самому пляжу. Впереди уже вижу море. Боже, как я скучала по тебе море. Видите как? Пока ветра никакого нет. Посмотрим, как у нас будет на море. Я уже вижу, что люди купаются. Ничего себе. Я, к сожалению, не смогу смерить температуру воды. Но мне вот все-таки интересно, какая она сейчас. Потому что я знаю, что в Анапе до сих пор купаются. А это Азовское море, оно в принципе теплее, да? Интересно, купаются это у нас отдыхающие или это у нас местные? Как-то даже жалко Голубицкую. Представляете, самый популярный поселок, станица на Азовском море. И какая сегодня у нас в октябре здесь просто тишь. Аааа, вообще. Понимаете, все, сезон заканчивается. И все кафешки поголовно закрываются. Здесь я сидела и ела мороженое. Здесь продавалось мороженое. Здесь просто все было усыпано людьми. Аттракционы. Ну, вы сами помните, потому что вы следите за мной очень давно уже. И у меня нет слов. Понимаете, самый популярный пляж. И никого нет. Вот, мужчины, женщины и купаются. Больше пока не вижу ни там. Вот, ни там. Ну, возможно, еще там на главном пляже кто-то купается. Но вот пока никого нет. Господи, какой прекрасный звук воу. Наконец-то я на море. Правда, конечно, сейчас, наверное, не смогу как-то даже потрогать воду, потому что я в кроссовках. Ну, давайте. Надо, надо, надо. У меня эмоции просто переполняют. Не дотягиваюсь. О, какая вода. Ой, Азовское море. Приветик просто. Привет. Вот. На пляже сидит женщина с девочкой. Погода отличная. Там немножко дальше тоже люди отдыхают. И, в общем, просто невероятно здесь, конечно. Очень надеюсь, что меня слышно хорошо, потому что, как вы понимаете, на море все равно есть ветер. И справится ли мой микрофон, не знаю. Смотрите, даже чуть-чуть от медуз, да, некоторые кусочки уже, то, что осталось. Но это не то совсем, да, что бывало на Азовском море. Очень так классно, так приятно здесь оказаться у вас просто сейчас. Это невероятно. Ну, вы себе можете даже представить, что творится в других поселках, в которых еще меньше населения живет. Я не могу просто передать слов. У меня такие эмоции. Вот сейчас можно и нужно, комфортно будет ходить и в шортах, и в майке. А знаете, что я сейчас делаю? А я сниму обувь, да. Вот так вот надо сделать. Опа-на. Я что, зря приехала сюда? Давайте. Вот так. И возьму кроссовки в руки, да, и пройдусь-ка я. Все-таки смерю я теперь эту руку воду. Ну так, знаете, не сказала бы, что на глаз, да? Ну, просто интересно. Какая ледяная вода! Ну, ногам приятно. Так, у меня кроссовки мои не уплывут случайно. Невероятная красота, конечно. Море, шум, волн. Ну, насладитесь. Вот я знаю, что в ваших городах сейчас холодина. У кого-то снег, у кого-то дождь. В Краснодарском крае теплая осень. Вы просто насладитесь этим шумом, волн. И передаю вам огромный, солнечный, теплый привет Санновского моря. Октябрьское. Октябрьский денечек. Теплый, прекрасный. Как шумит красиво море. Просто невероятно. Я думаю, это нужно просто послушать. Я думаю, даже если пройтись немножко по бережку, в принципе, ничего не изменится. Как вы понимаете, тут очень пусто, тихо. Вот мужчина, видимо, планирует загорать. Самое то, пенсионерам на югах, на море, просто отлично. Соберно, когда сезон заканчивается, можно просто каждый день гулять к морю, наслаждаться, дышать свежим воздухом, вот этим морским бризом. Ну, правда, прекрасно. Вот мужчина даже с тобой взял термос. Как круто. А вы купаетесь? Купаетесь? Да? Да, вам не холодно? Нормально? Да? Ну, привыкли уже, да, наверное? Ну, вот мужчина сказал, что он купается, и он уже привык к такой температуре воды. Ну, наверное, сейчас уже купаются либо приезжие отдыхающие, которые просто наслаждаются каждым мгновением, да, своего отпуска, либо местные, которые, как-нибудь, типа, знаете, моржи, я бы так, да, сказала. Просто такая погода, такое настроение, что хочется просто улыбаться, улыбаться. И ловить на себе лучи солнца, да, вообще, замечательно. Смотрите, как я скучала по вот этому всему. Вот этот звук просто. Ну, правда, можно завидовать тем, кто живет на море. Я очень рада за своих родителей, что они живут у меня на море. Конечно, они сейчас уже не ездят, да, так вот просто посидеть, но это все равно, знаете, климат совсем другой на море, не как в Краснодаре. Ногам очень-очень приятно ходить по песку. Да, вы и сами, я думаю, знаете, раз вы здесь отдыхали, как приятно ногами ходить по песочку такому, по ракушечкам. Море, как всегда, у нас неспокойное, но, кстати, не такое уж и грязное. Вон люди, видите, уже покупались и теперь отдыхают. Возьму свои тусовки немножечко, пройдусь. Ну, вот, кстати говоря, да, береговая линия очень чистая. Вот, видите, снова все равно люди приходят к морю. Ну, я думаю, это скорее местные уже. Вдалеке также плавают корабли. Я, друзья, кстати, так и не могу понять, что вот такое вот там позади, вот вдалеке находится. Как, знаете, какой-то пирс. Я спрашивала родителей, что они думают по этому поводу. Они тоже не знают, что это такое может быть. Может быть, там что-то выращивают, либо это что-то связанное с кораблями и катерами. Ну, непонятно. Если кто-то знает, обязательно напишите. И еще хочу, чтобы вы написали в комментариях, какая сейчас у вас, в вашем городе погода. И что вы думаете о том, что у нас на Кубани такая прекрасная сейчас погода? Вот, видите, женщина тоже сняла обувь и зашла побродить ножками в море, потому что это наслаждение, правда, друзья. Я вот хочу, чтобы каждый, кто хочет вернуться на море, обязательно вернулся в следующем году. Ведь на море, кстати, можно приезжать не только летом, да, можно приехать в любое другое время. Да, вы уже не покупаетесь. Ой-ой-ой-ой! У меня чуть, короче, красавки не смыло. Так вот, можно в любое другое время приезжать на море, просто дышать, гулять. И вы все равно получите свою дозу отдыха, этого релакса, расслабления. Во всяком случае, вы отдохнете морально. Да, может быть, вот, конечно, как бы купание. Хотелось бы, да, покупаться, но море еще и полезно, вот, просто, как, я даже не знаю, как сказать, просто хорошо находиться здесь. Сейчас уже все базы отдыха густые. Сейчас уже будут приезжать в Голубицкую, если только на какие-то праздники. Ну, какие там, не знаю, новогодние каникулы. Ну, знаете, чтобы, наверное, как-то по-спокойному наполнить свои выходные дни. Ну, кажется, для тех, кто живет в Краснодаре, вполне реально вот так на парочку дней приехать сюда. Ну, в общем, у нас такая погода. Да, друзья, на улице месяц октябрь. Ну, погода прекрасна. Да, честно, моя мечта, наверное, жить в каком-нибудь городе у моря. Ну, воздух очень чистый, конечно, морской. Очень здорово здесь, конечно. Давайте я еще раз вам напоследок покажу звук, волн. Ну, вы послушаете, насладитесь. Пена морская такая. Пена морская такая. Ну, я думаю, на этом все. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх и пишите свои добрые комментарии. Это еще не все. Мы увидимся с вами в других роликах. Каких? Ну, это для вас тайна. Потом увидите. Но все будет еще круче, да. Вот. Не первый и не последний раз я в Голубицкой. Надеюсь, вы поняли мой намек. Вот. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.